Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о финансовой самостоятельности. Видео будет посвящено тому, как сильно мы можем еще упасть, когда имеет смысл покупать акции, потому что вопрос очень важный, мне кажется, в настоящий момент. Обязательно досмотрите данное видео до конца, потому что я сейчас слышу большое количество запросов от людей. Максим, куда припарховать деньги? Я говорил, ребят, купите доллар, да, когда доллар вырастет на 30-40%, то наберите меня еще раз. И, соответственно, сейчас большое количество таких звонков поступает, соответственно, сейчас что сделать? Первое, у меня есть одна хорошая новость, связанная с тем, что мы запускаем телеграм-канал, на котором я планирую один-два раза в неделю именно отвечать на ваши вопросы. Каналы платные, ну какая-то там символическая плата в районе 500 или 1000 рублей в месяц, и там будут, соответственно, выходить видео, комментарии, а также проходить прямый эфир. У вас будет возможность присоединиться, поэтому ссылочка будет под этим видео. Если интересно такое предложение, welcome. Сегодня поговорим о том, насколько мы можем еще упасть, имеет смысл сейчас покупать акции российских компаний или нет. Опять же, вот в это видео мы говорили про то, как перестать беспокоиться в трудные времена, начать жить и, на самом деле, как в дальнейшем будет работать именно наша лимбическая система. То есть, что происходит сейчас у людей, которые по каким-то причинам оказались в выигрышном положении. У которых было большое количество долларов, которые могут сейчас это продать. У кого-то, может быть, просто рубли лежат на счете, и они видят, что цены на акции очень сильно упали. Им хочется непосредственно купить. Мы же говорим опять про эмоции, да? То есть, здесь нет рассудительности какой-то и предупреждать о том, что, может быть, все еще хуже. Люди задаются вопросом, а куда же еще хуже, да? То есть, часто приходится слышать, что, в принципе, там, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки расстреляли все санкции, какие только могли были быть. То есть, что еще хуже может быть? Хочется показать вам такой график. Это у нас, получается, оранжевым идет золото. Каким образом золото вело себя с 2007 до середины 2009 года? Темно-зеленый график – это индекс доллара. Каким образом себя непосредственно ввел? Светло-зеленый – это как менялся курс национальной валюты рубль-доллар, да? То есть, каким образом это все происходило. Кстати, вот именно под вот этим видео мы говорили, когда покупать доллары. Я рассказывал, каким образом Центральный банк себя вел в 2007-2008 году. И здесь вот вы можете видеть такой график, да, по доллару, что резкой девальвации доллара не было, да? То есть, он рос, но вот здесь вот как раз-таки Центральный банк на протяжении 7 июля 2008 года по сентябрь-октябрь сдерживал. То есть, вы видите, как валился фондовый рынок российский, да, вот этот вот черный график. То есть, рынок непосредственно падает, а доллар значительно не укрепляется. То есть, когда падает акция российских компаний, что это значит? Это значит, нерезиденты продают акции российских компаний, получают за это рубли. Рубли конвертируют непосредственно в доллары и выводят. То есть, мы видим, что индекс РТС с мая 2008 года в пределах 30% происходит падение. Российские активы на 30% стоят дешевле. Но доллар за этот промежуток времени вырастает всего лишь на 5-7%. То есть, значительного укрепления нет. И вот здесь вот как раз-таки уже осенью 2008 года у Центрального банка, он понимает, что очень много и быстро расходуется в золотовалютных резервах, перетекают из золотовалютных резервов Центрального банка России в карманы международных спекулянтов. И, соответственно, отпускает в свободное плавание рубль, более или менее, опять-таки, по-прежнему таргетируя курс, но уже не так активно. И мы видим вот этот резкий рывок по курсу. В пределах 10-15% сразу же доллара вырастает буквально в следующие 3 месяца. Параллельно с этим что происходит? Вот если проводить параллельно с текущим годом, от максимальных значений с начала года российский рынок потерял порядка 30%. И вот то, где мы находимся вот здесь, вот эта вот точка, я думаю, что мы где-то не в абсолютных параметрах, а в эмоциональном фоне, эмоциональном накаре находимся именно здесь. Моя собственная история – это тогда, когда в этой ситуации, в августе 2008 года, акции Сбербанка падали со 100-110 рублей за акцию до 50-55. То есть Сбербанк сложился в два раза, как, в принципе, и сейчас. Широкий индекс потерял в этом случае порядка 30%, примерно как сейчас. Что происходит в этот момент? Почему происходит падение? Ну, если мы говорим про 2008 год, в этот промежуток времени счетов физических лиц на МВВБ было не очень много. А даже те, которые были, они были не наполнены, и они были неактивными. То есть количество транзакций, которые проводили физики, он был ничтожно мал. Или это были богатые люди. Основной объем торгов осуществляли, назовем их так, олигархи. То есть это люди, владельцы того же самого Лукойла, акционеры Газпрома, Сбербанка, которые использовали операции Репо для того, чтобы финансировать собственный бизнес. То есть вот яркий тому пример, допустим, господин Зьюзин, который имел акции Мечелла. Эти акции закладывал непосредственно в банк, получал деньги, и на эти деньги покупал новые месторождения, допустим, Малигинское угольное месторождение. Тоже так же себя вели, в принципе, очень многие металлургические компании. То есть собственники этих компаний закладывали акции, под акции брали кредиты, на эти кредиты покупали или новые месторождения, или новое оборудование, или новые заводы на территории США, потому что у них была высокая рентабельность. И получается, что много акций были заложены, заложены под обеспечение в банке. И вот эта вот первая просадка, которая произошла резкая, которая была как некий предвестник глобального мирового финансового кризиса, привела к тому, что акции упали на 30%. У таких людей размер обеспечения снизился, и банки, соответственно, попросили, говорят, ребят, давайте вы нам или еще денег, чтобы мы этот кредит держали, или мы часть ваших акций продадим, так называемые маржинколы. И то есть причина падения даже в том же самом 2008 году, падением на 30%, наряду с тем, что, в принципе, иностранцы бежали с российского уровня ценных бумаг, в том числе были и маржинколы. Маржинколы – большой объем закрытия вот таких вот позиций, но это были не физлицы, да, а это были вот состоятельные лица, у которых были большие пакеты акций. Именно на этом фоне, соответственно, начались падения. При этом мы вот видим вот этот вот перекрестие, да, которое сейчас я показываю, то есть некий такой отскок по рынку у нас здесь получается от минус 10 на минус 7, то есть где-то в пределах 3-5% начался отскок. Что это за отскок? Вот я вам сейчас про это расскажу. Как раз-таки я сам помню себя в этой ситуации в 2008 году, когда я говорил, слушай, мам, смотри, Сбербанк стоил вчера 100, сегодня стоит 50. То есть когда он снова будет стоить 100, можно заработать 100%. Давай я возьму кредит ипотечный, да, то есть мы заложим нашу квартиру, в которой живем, мне, в принципе, должны согласовать кредит, и эти деньги вложим в акции Сбербанка. Мама тогда не согласилась, но я не один на самом деле такой был, да, то есть были в том числе и физические лица, были другие состоятельные люди, которые, в принципе, таким образом сделали. Не просто купили акции по 50 рублей, акции Сбербанка, которые до этого стоили 100, а потенциальная доходность в 100% приводила к тому, что люди покупали еще и с плечами, да, то есть говорят, ну окей, пускай у меня стоимость там будет там в районе 20%, да, то есть 20% у меня есть 1 миллион рублей, я сейчас на миллион рублей собственных акций куплю и еще на миллион возьму у брокера кредита, да, то есть и того куплю на 2 миллиона рублей акций, они через год будут стоить там условно. Снова 100 рублей, у меня будет 4 миллиона, из которых я там 200 тысяч, так и быть, заплачу брокеру, брокерской комиссии, это получается 3 800 и миллион собственных средств, да, то есть у меня будет доходность там 380%, да, то есть в 3,8 раза я заработаю при всем при том, что акции отрастут всего лишь там на 100%. Жадность. И многие люди, которые сейчас будут заходить и выкупать ту просадку, которую есть, это так называемая медвежья ловушка, да, то есть люди с жадностью, не понимая глубоких изменений, которые могут происходить, они покупают не только на свои, а они покупают на плечо. И после этого акции Сбербанка, соответственно, уже в январе 2009 года торговались по 15-17 рублей. Соответственно, эти люди точно попали на маржин колл. Следующая такая большая волна падения еще порядка 30% это вот высадка таких вот жадных людей, алчных людей, да, то есть это опять срабатывание маржин коллов, когда цены уходят еще ниже. Здесь еще есть более мудрые люди, да, которые уже покупают, когда акция стоит по 20-30 рублей, тоже с плечами, да, с более агрессивными плечами и уходят в падение. Первое падение 30% произошло, да, при этом у нас сейчас получается, и правительство уже подписало указ, что, да, 1 триллион рублей могут быть размещены на фондовом рынке, но нужно понимать, что сейчас они вряд ли будут покупать. Где покупал внешнеэкономбанк? Внешэкономбанк на самом деле покупал вот здесь. То есть в октябре месяце, когда Сбербанк и там ВТБ торговался по 2 копейки, Сбербанк торговался там по 20-30 рублей, вот там вот пришел внешнеэкономбанк, реально очень большие заявки стояли на покупку, и в принципе все выкупал, да, все, что валилось. Вот здесь вот он только появился, когда тут просто началось уже месиво, кровь, слюня, да, то есть первая волна здесь выбросила значительную часть наиболее агрессивных клиентов, умеренных клиентов выбросила здесь и даже консервативных инвесторов выбрасывала здесь. Ну, то есть первое, что нужно понимать, что когда происходит такого рода снижение, бывает, как правило, две медвежьих ловушки. И смысл в том, что в одну уже попались, когда только начались разговоры о том, что могут быть какие-то военные действия, то вот была первая коррекция фондового рынка, да, там вот залезли спекулянты, да, во фьючерсах. В этой ситуации, получается, влетят как раз-таки на маржинкалах те, кто выкупал предыдущую просадку, вот эту вот медвежью ловушку. И это получается где-то вот здесь. Но я говорю к тому, что, ребят, не спешите сейчас агрессивно покупать. Очень хорошие в России эти паттерны очень часто повторяются, потому что, опять-таки, вот эта вот алчность, она приводит к потерям. Если вы покупаете, можно ли покупать сейчас? Можно. То есть если мы сейчас откатим этот график немного вперед, мы поймем, что даже люди, которые покупали вот здесь, и даже люди, которые покупали вот здесь, все у них на самом деле в следующие 10-20 лет было хорошо. Когда ты заходишь с плечом, и актив начинает уходить еще ниже, тебя просто закрывают. Ты не можешь удержать позицию. И поэтому ты теряешь свои деньги. Поэтому можно покупать и здесь, но торгуйте только на свои раз. Два. Если покупать, покупайте 50%. Не надо покупать все. То есть не надо сейчас распродать все доллары и купить акции. Это вот опять пример со штангой, которую люблю приводить. То есть не надо резко ослаблять хватку там, где у вас произошел перекос, и сильно поднимать сюда. То есть вы сейчас все равно принимаете решение на эмоциях. То есть логика риск-менеджмента, риск-параметры, она немножко отходит на другой план. И здесь в голове нули, которые можно заработать. То есть акции Сбербанка, если завтра Сбербанк будет там условно, я же опять же говорю условно, будет там по 70-80, соблазн купить с плечом очень высок. Потому что сегодня цена 70, а в ноябре была 330. И, соответственно, соблазн купить с плечом очень и очень высок. Ради бога, умоляю, никаких сейчас плечей не делайте. Когда теоретически можно рассматривать, ну вообще лучше с плечами не торговать. Когда происходят вот такие вот в России, это было там два раза, да, 98-й год, 2008-й год, когда было резкое падение цен на акции российских компаний, когда можно покупать. Понимаете? Выносят всех. То есть спекулянты, они для рынка очень важны. То есть мы говорили, есть спекулянты, есть инвесторы. Инвестор он купил и держит, он торгует на свои, да. Упали у него акции там на 70-80%, он все равно держит, знает, что в будущем он получит денежный поток в форме дивидендов. То есть инвестор, он на самом деле для рынка пасхудник, в какой-то степени назовем это в кавычках, да, потому что он не дает ликвидности. Он свои активы постоянно не покупает, не продает. И получается, что когда возникает необходимость продать, то инвестор, он не приходит на рынок и не предлагает свои активы, потому что они стоят дешево. Он, наоборот, покупает. Не агрессивно, но покупает. А трейдеры, они дают вот это вот, если мы говорим про сообщающиеся сосуды, то это плотность крови, да. То есть вот спекулянты, трейдеры, они как раз-таки разжижают, они дают ликвидность, они постоянно покупают и продают, чтобы кровь функционировала. Инвесторы, они ее как бы сгущают, да, потому что они много не покупают, много не продают, они вот как бы лонгонали, купил и держи. И получается, что? Что когда происходит коррекция и выносят спекулянтов, потому что они торгуют с плечами, спекулянтов практически не остается. На рынке остаются одни инвесторы. Обычно разумные люди или там ФНБ, да, которая просто купила активы и не продает их. И происходит такое, знаете, сердце остановилось, да, пи-и-и, то есть такая линия. И вот эта вот линия, рынок упал на дно, и он где-то 3-6 месяцев нет каких-то сильных телодвижений. Почему нет сильных телодвижений? Потому что, еще раз, инвесторы ничего не делают, они, может быть, готовы покупать. А трейдеры все умерли. У них депо просто разнесло, потому что они торговали на плечи, да, и поэтому трейдеры, соответственно, не торгуют, их очень мало, у них денег нет. То есть, ну, пропадает, по сути, кровь. И получается, что рынок очень сильно падает, на маржин-калах в том числе. И так как ликвидности нет, объемов торгов нет, то происходит некое такое замирание на 3-6 месяцев. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что сейчас еще есть порох в пороховницах, у людей есть деньги. Люди очень алчны, да, и, несмотря на страх, кто-то уже готов покупать. И покупать на очень много, и покупать с плечами, они находятся в самой большой зоне риска. Третье, ликвидность присутствует, не все маржин-колы закрыты, да, то есть, людей, которые торговали с плечами, их еще не разгрузили, их активы не распродали. Поэтому, когда человек говорит, слушай, скажи мне, что надо купить прямо сейчас, уже можно покупать. То есть, еще раз, приводя пример с тем же самым Сбербанком. Была ли хорошая инвестиция купить акции Сбербанка по 50 рублей в августе 2008 года? Конечно, да. Потому что, опять-таки, в ноябре 2021 он стоил 300. То есть, в 6 раз, по сути, произошло увеличение, не считая дивидендной доходности, которые за это время были получены от Сбербанка. Но человек, который купил акции Сбербанка на плечо за 50 рублей в августе 2008 года, в ноябре-декабре 2008 года, то есть, менее чем за полгода, соответственно, был выброшен на маржин-кол и потерял все свои деньги. У него практически ничего не осталось. Если человек купил на свои, и купил только 50% того, что планировал, да, у него эта покупка произошла по 50, и она дала ему минус через полгода, но у него было еще 50% денег, и рублей, кстати, и долларов, то есть, я говорю про тех людей, которые с долларами сейчас и обращаются, что с ними делать. То есть, у вас по-прежнему останутся и рубли еще, если что, на докупку, и доллары. До какого уровня упадет цена, никто не знает. То есть, это может быть на самом деле и 15 рублей, а теоретически при текущих рисках, какие есть, может еще меньше. Никто не знает, докуда. Но хорошим сигналом будет служить что? Коматоз. Ну, то есть, это знаете, как, чтобы снова началась жизнь там, где прошла орда, где прошла война, да, где лежат сплошные трупы. То есть, нужно просто элементарно время. И там 2-3 недели, да, после битвы, там на этой территории вообще никого не появляется, кроме стервятников. И здесь, примерно, та же самая ситуация, когда говорить о том, стоит сейчас покупать или нет, покупать осторожно можно, покупайте на свои. Это не значит, что нужно все доллары продавать. Просто дождитесь ситуации, когда рынок достигнет какого-то дна, и вы не сможете этого не увидеть, да. То есть, вы сами будете нервничать, нет никакого движения. Вот как только вы начнете нервничать, что рынок достиг дна, и нет движения в следующие 1-2 месяца, я думаю, это хороший момент для покупки. Вот именно тогда, когда трейдеры отсутствуют, это время баффета, это время разумных инвесторов, это время, когда вы получаете денежные потоки в форме дивидендов, увеличиваете активный доход и покупаете. И это сделки века. В предыдущий раз это был 98-й год, 2008-й год, ну, то есть, получается, раз в 10-20 лет. Вот, наверное, то, что хотелось сказать, когда стоит покупать. У меня же сегодня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, может быть, у вас есть свое представление о том, когда покупать активы, и наоборот, вы сторонник, что кто не рискует, тот не пьет шампанского, и сейчас самый лучший момент для входа. В принципе, что вы для себя выбираете. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok